У него вообще нет никаких минусов, а на один сплошной плюс. Я все расскажу всю свою жизнь, а мне ничего не рассказывают. И именно поэтому я и снимаю сейчас YouTube. Придется жить и неизвестно сколько. У меня iPhone, кошелек никак уже не модный. Ребят, всем привет! Я решила записать видео «Итоги года 2023». У меня есть небольшие заметки в телефоне, которые я набросала. Поэтому можем начинать. Сначала я хочу рассказать о событиях, которые произошли в 2023 году. Самое важное и самое главное событие, которое я считаю произошло со мной, это то, что мы завели кошку. Нашу любимую кошку Чуню. Фотки прикреплю. Кошку мы взяли 31 января и с тех пор ни разу не пожалели. Мы ее очень сильно любим. У нее вообще нет никаких минусов, а на один сплошной плюс. В конце января 2023 года мы поняли, что мы хотим кошку. И попросили у мужа маму, чтобы она нам подыскала какой-нибудь вариант. Потому что она очень часто сидит на сайтах, где раздают кошек. Ну, в добрые руки. И она мне говорит, что кошку найти очень сложно. Иногда говорит, смотришь на кошку и сразу чувствуешь, что это твоя. Так что, говорит, когда какие-нибудь будут варианты, я вам буду скидывать. Я говорю, хорошо. Она говорит, ну вы не торопитесь. Я говорю, ну мы не торопимся. И просто через 5 минут она мне скидывает фотографию вот нашей кошки Чуни. У меня загораются глаза. Я говорю, Максим, да это наша кошка. Я вижу ее, что она наша. И все. В итоге мы договорились с женщиной, которая эту кошку выставила. Это оказалась бабушка, которая очень часто находит кошек в подвале, ну в доме или на улице. Берет их себе. Она их стерилизует, за ними ухаживает. Делает для них когтеточки. Шьет для них сумки-переноски. И дальше пристраивает в добрые руки. Так и оказалось с нашей кошкой. Она все для нее подготовила. И выставила ее в контакте. В итоге вот мы ее взяли. Она даже ей подготовила еду, когда мы ее забирали. То есть она положила ей индейку и пюрешку из телятины. Говорит, вот она это очень любит. Пожалуйста, ей вот это покупайте и давайте. И в общем, с тех пор мы очень счастливы, что у нас появилась наша любимая кошечка. Это было первое достижение, которое я считаю самым главным в 2023 году. Следующее достижение это наша свадьба. Наша свадьба. Это масштабное мероприятие, которое мы все ждали. Все родственники, все друзья. Мы очень долго к ней готовились. И я думаю, что я запишу подробное видео о нашей свадьбе. Также не могу не отметить свадьбы наших друзей. И самое главное, свадьбы нашей сестры. Это также были масштабные мероприятия. У моей подруги была свадьба 5 мая. Также у моей второй подруги была свадьба 9 сентября. Ну и свадьба моей сестры 17 ноября. Совсем недавно. Мы очень круто погуляли. Каждая свадьба была индивидуальна и по-своему хороша. И следующее самое масштабное событие. Как вы видите, у меня все события масштабные. Я закончила медицинский университет. Сдала аккредитацию. Сдала все госэкзамены. И ура, 6 лет позади. И тут же еще кроется одно масштабное событие. И я поступила в ординатуру. И теперь учусь на врача-онколога. Вы спросите, сколько я могу учиться. Я уже сама не знаю. Я уже не хочу учиться. Я просто хочу дома отдыхать и спать. Я не хочу больше учиться вообще. Я постоянно жалую своему мужу, как же я устала учиться. Я не могу. Он мне говорит, учись, Ульяна. Я уже свое отучился. Хотя он учился всего 9 классов. И еще в колледже 3 года. А я 11 классов. Потом еще 6. И сейчас еще 2. Извините, у меня очень много. Получается лет, сколько я учусь. Самое главное, это чтобы обучение было не зря. Главное поуметь. И далее применять свои знания в практике. Также я считаю успехом, что я сделала ботокс 24 года. Делала я его в конце июля. И вот сейчас уже на 1 или 2 января, что ли, я записалась снова. И, наверное, последнее, что бы я хотела сказать, свой успех. Это то, что я наконец-то начала снимать видео на YouTube. Стараюсь развивать это. Даже вот сняла студию, чтобы записать итоги года. И надеюсь, что у меня все получится. А далее я бы хотела сказать, какие уроки и инсайты я вынесла в 2023 году. Номер 1. Сила в знании. Человек, который много знает, он очень свободный, он раскрепощенный. И на 2024 год я ставлю цель поумнеть, очень сильно поумнеть, читать умные книги, учебники и смотреть познавательные фильмы. Урок номер 2. Не нужно завидовать жизням, работам, семье других людей, чужим инстаграмом, ютубом. И самое главное, что не нужно обесценивать чужой труд. Вот, допустим, я работаю в аптеке, постоянно там устаю, прихожу домой немножко злая. Но это ладно. И я постоянно думала, вот буду блогером, как же это легко. На самом деле, это вообще нелегко. Нужно постоянно искать красивые локации, красиво снимать, пытаться что-то показывать, везде ходить, гулять. И вообще, на самом деле, очень-то непросто рассказать что-то на камеру. И бояться осуждения других людей, тех же самых друзей или родственников. И вот кто-то думает, что, допустим, у другого человека очень легкая работа. И думает он такой, ну вот, я буду как он, пойду на его работу, там вообще легкотня, ничего делать не надо, много денег платит. По итогу, в каждой профессии есть свои трудности, свои сложности, свои проблемы. Каждый на своей работе устает, поэтому не нужно гнаться за кем-то другим. Нужно преуспеть именно в своем деле. Номер три. Не нужно навязываться к старым друзьям. Когда я общалась с девочкой, постоянно я ей все рассказывала, все свои секреты. Вообще, очень много реально всего рассказывала, с которым мы ранее дружили очень хорошо. И постоянно ей задавала какие-то вопросы, но на них она мне не отвечала. И говорила, я тебе потом скажу, я тебе потом расскажу. И в итоге она мне так ничего и не рассказала. Зачем я вообще к ней навязываюсь? Если она не хочет поддерживать со мной связь, не хочет со мной общаться, рассказывать свои даже не секреты, а просто что-нибудь, то мне туда лезть вообще не нужно. Мне достаточно друзей, и я обойдусь без этого человека. Самое главное вот в отношениях там между друзьями, это искренность. Если я рассказываю свои секреты, то и мне должны рассказывать свои секреты. А то как-то вообще не так получается. Я все расскажу всю свою жизнь, а мне ничего не рассказывают. Ну, значит, они мне не доверяют, и вообще о какой дружбе идет речь. Номер четыре. Это то, что жизнь может оборваться в любой момент. Я сейчас учусь на онколога, и моя жизнь очень тесно связана с онкопациентами. И, допустим, когда я спрашиваю их о намной жизни, как они заболели, они мне всегда говорят, вот я не пил, не курил, все хорошо в семье, и тут раз, пошел на МРТ, и у меня онкозаболевание. И вот как такое может быть? Да все потому, что это генетические поломки, ну, любые различные факторы. То есть, несмотря на то, что мы можем вести здоровый образ жизни, и думать, что мы здоровы в целом, жизнь может повернуться так, что появится онкозаболевание, даже не онко, любое другое тяжелое заболевание, с которым придется жить, и неизвестно сколько. Нужно ценить свою жизнь, обогащать ее интересными, забавными, хорошими, смешными, радостными моментами, и начать уже делать то, что так давно хотел. И именно поэтому я и снимаю сейчас YouTube. И следующая рубрика, которую я хочу ввести в этом видео, это топ самых-самых-самых бесполезных, ненужных покупок или подарков, которые мне не пригодились, не понравились, или я их просто видеть не хочу. Номер один. Это кормушка для птиц. Мы с мужем купили такую кормушку на Валберес, я ее красиво раскрасила, повесила ее на окно. У нас окно на девятом этаже. И к нам не прилетела ни одна птица. Хотя мы насыпали самую разную крупу, но к нам никто не приехал. В итоге я эту кормушку кому-то отдала, подарила, или даже ее уже выкинули. В общем, это была моя бесполезная покупка. Номер два. Это сумка, которую я купила для выпускного в медицинском университете. То есть у меня были бежевые туфельки, и мне нужна была бежевая сумка. И я купила сумку с ремешком. Там чередовались ремешок из железа и из пластика, из железа и из пластика. Сначала вроде она мне показалась очень интересной, такой прикольной, милой. Она стоила очень прям дешево, ну, наверное, рублей 400. В общем, прикольная как бы сумка. Пока в нее не положишь что-нибудь. У меня айфон, кошелек, ключи, помада. И из-за груза, который был в сумке, ну, я бы не сказала, что там было очень много. То есть, ну, все, что я перечислила, это немного весит. Цепи на ремешке постоянно вырывались. И я, наверное, вот за вечер выпускного, я чинила эту сумку раз сто. Вот реально раз сто. Все в итоге. Я эту сумку то ли выкинула, то ли сдала, я не знаю. И она мне больше не нужна. И следующее, это был лазер для кошки. То есть, знаете, такая штучка, она светится и отражается, как будто мышка. И вот, я купила это для своей кошки, чтобы она играла. В итоге она вообще не реагировала на этот лазер. Он ей был совершенно бесполезен и не нужен. Постоянно там что-то батарейки выпадывали, кнопка не нажималась. То есть, вообще, свет очень тусклый. В итоге мы эту покупку сдали на Валберис. Следующая, четвертая покупка, это заколки, которые я купила для образа невесты. У меня в планах было сделать прическу с этими заколочками. Они вроде бы как бы и красивые. Там были и шпильки, и заколки, и гребешок с жемчужными камушками. Это я покупала все в феврале. А свадьба у нас была в августе. И за неделю до свадьбы я поняла, что эти камушки, эти заколки, эти шпильки вообще никак уже не модны. И они вообще не впишутся в мой образ. И в итоге у меня эти заколки так и валяются. И последняя, пятая покупка, это был подарок, который я подарила своему мужу. Это был сертификат полет на самолете. Там нужно было лететь 15 минут. Пилот бы дал порулить. По итогу мы были в небе не 15 минут, а, наверное, минут 7. Просто полетали очень низко. Ему не давали порудить. Вообще особо нам ничего про самолет не рассказали. То есть мы просто сели, пристегнулись, пролетели и вышли. И все. То есть это была бесполезная покупка. Стоил этот сертификат, по-моему, тысяч, может быть, 5-500, что ли. Если вы летали уже на самолете много раз и тем более прыгали с парашютом, как мы, то полет на вот таком маленьком самолете, прикреплю фото. Это самое-самое бесполезное развлечение. Это видео подошло к концу и 2023 год также подходит к концу. Я очень счастлива и рада, что вы смотрите мои ролики. Продолжайте в том же духе. Пожалуйста, подписывайтесь, ставим лайки, комментарии. Поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Надеюсь, что вы счастливы и все ваши мечты сбываются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.